Дай мне что-то денег. Для чего? Для чего? Для чего? Для чего? Для чего? Вот это к вопросу того, что сколько там предположим муж мне дает денег. Дает он когда как. Может дать иногда 20 фунтов оставить. Если он уезжает на работу на целый день. Я остаюсь с детьми и там может быть надо что-то прикупить. 30 фунтов. Редко очень оставляет когда 100. И сейчас я хотела детей отвезти к водителю. Потому что их приезжает и забирает водитель. Просил у него там 5-10 фунтов египетских. Чтобы мне с собой иметь и на всякий случай. Может быть там чипсы купить еще что-то. После чего он вскочил с кровати. Сказал что я сам отведу и мне это ничего не будет стоить. Каждый твой выход сопровождается с тратой денег. Мне это не надо. Вот сиди дома чтобы мне не тратить деньги. Я сам их отведу. Плохо это или хорошо. Я честно говоря уже за 10 лет жизни. Я уже честно говоря 11 лет жизни. Я честно говоря даже и не знаю. Как бы уже. Но раньше конечно. То есть мы так воспитаны. Что обязательно дожим при себе хоть какие-то деньги. Хотя бы мелочь какая-то на всякий случай. А он человек такой то есть он прижимистый. Он как бы если надо сахар купить там за 10 фунтов. Он будет давать ровно 10 фунтов. И там дополнительные 1-2 фунта нужно выпрашивать. Буквально мало ли там где-то дороже еще что-то. Дает очень неохотно. Вот в плане продуктов. То есть в последнее время он сам покупает продукты. После того как он с работы уволился. Он сам покупает продукты. Вот. Мне он не доверяет. Потому что он что-то там покупает дешевле. Именно из-за такого расчета. Что я потрачу больше чем нужно. Вот. И как бы то есть вот это желание самому покупать продукт. Именно из-за расчета того что он купит дешевле. И что я потрачу больше денег. Вот такая ситуация. И он мотивирует это тем что он как бы достает деньги. Там работает когда-то. Подрабатывает где-то. Что ему деньги достаются тяжело. Что денег не хватает. Он должен платить за детей. За обучение. За квартиру. За еду. За все. И он как бы распределяет деньги правильно по его понятиям. То есть он высчитывает все. А я как бы трачу деньги неразумно и неправильно. Выслушивать конечно. То есть если ты уже как бы подписался что ты сидишь дома с детьми. То есть он считает что все деньги он тратит на меня. Хотя трое детей и соответственно то что он приносит домой это соответственно в первую очередь это для детей. А потом уже соответственно на меня и на него. Вот. Но все растраты которые идут именно на дом. На детей. Он считает как будто это все растраты на меня идут. И при удобном случае он старается попрекнуть. Или вот так вот устроить скандал какой-то. Или там даже он мне подарил на 14 февраля на день всех влюбленных 100 фунтов. После того как увидел что Дэнни подарил мне подарок. И на следующий день буквально когда я ему сказала ты оставь какие-то деньги. Потому что не на следующий день а через день. Потому что я эти 100 фунтов конечно потратила. Мы купили там что-то из продуктов. Вот. И через день я у него спросила деньги что нужно там купить какие-то. Что-то по мелочам из продуктов. Он мне сказал где те 100 фунтов которые я тебе дал. То есть даже подаривший мне вот эти какие-то 100 фунтов несчастные. Он конечно же потом из меня должен вытрясти информацию куда я их потратила. И если я их не потратила конечно же бы я их должна была потратить на семью. Хотя когда он мне дарил он мне сказал это тебе потратят на себя. Но из-за недостатка средств именно там каких-то элементарных вещей. И конечно же я трачу не на себя я трачу на детей. Ну не на детей на семью что-то купить там. Подкупить там муку, там сахар, колбасу, сыр. Что-то сладкое детям купить. То есть такого плана. Поэтому вот такая ситуация. Это кстати касается не только его. Я просто знаю многие девчонки наши которые замужем за египтянами. Кстати достаточно обеспеченными. То есть есть даже богатые очень люди которые берут себе по 2-3 жены. И вот такие же ситуации. Женам буквально русским по крайней мере из бывших стран. Из бывших республик Советского Союза. Я не знаю как по поводу египетских. Когда у них много жен. А вот по поводу наших. Когда девушка одна была третьей женой. Она буквально у своего мужа. Он миллионер. Он строит здание. Она буквально у него выпрашивала по 20 фунтов. Хоть какие-то деньги на карманные расходы. То есть муж считает. Египетский мужчина считает. Все что он принес домой. Это тратит он как бы на жену. То есть если это продукты. Квартирная оплата квартиры. Если это съемная квартира. Какие-то там. Все для дома. Он считает. Что он тратит на жену. И что ему не нужно давать ей никакие деньги на личные расходы. То есть как правило у наших женщин. У них мужья не дают никаких денег на карманные расходы. И когда очень много было просили найти русскую жену. И когда интересуешься. Сколько мужчина. А сколько. Он говорит. Я буду давать ей предположим. Сколько вы собираетесь тратить на вторую жену. Он говорит. Предположим 3 тысячи фунтов. Что в себя 3 тысячи фунтов будет включать. Ну там аренда квартиры предположим. Там полторы тысячи. И там другие полторы тысячи на еду. А когда спрашиваешь человека. А сколько вы будете давать именно ей. Твоего вопроса даже не понимают. В каком смысле ей. Вот на нее эта еда. То есть женщина. У мусульман. Это кстати касается не только египетских мусульман. Это всех касается мусульман из разных стран. Которые и в России живут. То есть они считают. То что они тратят на дом. На содержание дома. Это он тратит как бы на жену. И жене не обязательно давать никаких денег. То есть когда начинаешь заикаться именно. О том сколько ей в руки. У них самое главное. Вот у мужчин. У мусульмана я просто заметила. У них именно самое главное. Чтобы женщина ни в коем случае не могла скопить никаких денег. С чем это связано. Потому что большинство мусульманских жен не работают. Я не беру египетскую часть. Я именно беру иностранок. Я не беру в расчет именно египетских жен. Потому что с египетскими женами там другая картина. Они отдают им деньги. Они там как-то их складывают. Они там что-то копят. Они откладывают детям. Именно вот разговор по поводу иностранок. Что они тебя могут поселить в прекрасном доме. Они там обставить. Все обложить. Но давать денег на карманные расходы. Какие-то такие суммы хотя бы. Чтобы женщина могла пойти куда-то отдохнуть. Они этого не делают. То есть они не дают. Сколько я знаю. Если вы знаете что-то другое. Пишите. Я уверена что есть возможно конечно другие варианты. Но когда вы проживаете в арабской стране такой как Египет. То здесь даже не важно если мужчина богатый. Он все равно не будет вам давать достаточного количества денег. С чем это связано. Потому что опять же скажу что женщина в Египте большинство не работает. Особенно иностранки. Если братья. Нет работают какие-то. Но я имею ввиду в большинстве своем. Вот. И если женщина не работает. Именно мужчины они покупают все в дом. Он согласен сам ходить по магазину. Сам согласен все покупать. Самое главное чтобы у женщины не скапливалось никаких денег. Именно они боятся что каким-то образом женщина скупит какие-то деньги. Станет независимой. Именно их устраивает вот такой вот как сейчас был вариант. То есть женщина подходит просит у него деньги. Он там всячески ее унижает. Говорит там ты только у меня расходы. От тебя никакой пользы. С тобой свяжутся. С тобой только одни расходы. То есть женщина которая не работает. И у нее нет своего дохода. Она полностью зависит вот от таких закидонов. Мужа. И мужчины опять же повторюсь. Даже те которые богаты они не дают вот именно наличных денег. Наличных денег. И если ты их потратишь. Даже если он тебе дал какие-то деньги. Он обязательно будет спрашивать куда ты их потратила. Вплоть до чеков. Все подсчитает. Посмотрит. Скажет а где вот тут не хватает 20 фунтов. А куда ты вот эти 20 фунтов потратила. То есть буквально даже до такого. То есть у мусульман. Мужчин. Особенно если кто-то имеет по несколько жен. То есть то что они вкладывают в семью. Они считают что это они дают жене. То есть жена это тратит. И основной главный пункт. Главное чтобы женщина не могла скопить денег. Почему не могла скопить денег. Именно для того чтобы она не стала независимой. Если женщина станет независимой. Она соответственно развернется. Как говорится пинком под задового. И как говорится снимет себе отдельную квартиру. Или купит жилье. И будет жить отдельно. Именно вот этих мужчин мусульман их устраивает то. Что женщина зависима. У нее нет своего дохода. Она полностью. То есть он как вот. Ну я не знаю. Это можно назвать либо рабы. Либо можно назвать как другой ребенок. То есть как ребенку дают там на расходы. Там даже мой муж сейчас ушел. Ну он говорит. Я детям дал по два паунда. По два фунта. Собой. Девочкам. Да девочкам дал. Ну дай мне чтобы у меня были на карманные расходы. Тебе зачем? Тебе не надо. То есть женщине. Взрослому человеку. На пятом десятке. Денег не надо. С его точки зрения. И вот опять же повторюсь. Это не только мой вариант. Это именно. Это так мыслит и египтяне. Большинство. Так мыслит очень много мусульман. Которые приезжают и живут в Египте. И имеют по несколько жен. Точно такой же расчет. То есть как бы. Главное чтобы женщина. Не давать женщине наличность. Чтобы она не могла копить. Чтобы. И основная идея того. Что почему. Почему так оно было. Чтобы именно она не стала независимой. Именно. Всячески. Вот вся. Исламская. Мужская. Часть. Она именно. Мусульманская вернее. Вся. Мусульман. Мужская. Мусульманская. Как бы. Умма. Или как. Все мужчины. Мусульмане. Они именно. Держат женщину так. Чтобы женщина. Ни в коем случае. Не стала независимой. Вот даже есть. Женщина одна. У моего сына. Друг есть. Египтянка. Женщина. Она стала делать через интернет бизнес. И. Занялась бизнесом с Турцией. Стала привозить какие-то вещи. Муж с ней развелся. Она купила себе две машины. Она там. Но. Они. Ни в коем случае. Особенно. Египетские. Мужчины. Им нужно. Чтобы он давлел над всем. Он контролировал. Женщина уходит. Она отзванивается. Она приходит. Он знает все о ней. Она ничего о нем не знает. Но он. Так как он обеспечивает семью. Так как он зарабатывает деньги. Он должен знать все. Вот. Вот. Вот такая информация. Я с вами хотела поделиться. По поводу того. Что. Сколько мне дает муж денег на расходы. Именно. Я не хочу жаловаться. Я не хочу. Потому что я. У меня много различных комментариев. Вот. Я подписалась на вас. Потому что мне вас так жалко. Меня не надо жалеть. Я рассказываю о ситуации в Египте. Изначально я создавала канал. Именно для того. Чтобы у наших женщин. У девушек. Было понятие. О Египте. О жизни в Египте. Как она есть. И я абсолютно. Может быть там кто-то говорит. Вот. Она такая замученная. Она такая вот. Там насекая. Вот. Мне так ее жалко. Меня жалеть не надо. Я. У меня есть определенная ситуация. Которая сложилась. Я абсолютно не нуждаюсь в жалости. Там какой-то. Подписываться на канал. Особенно из-за жалости. Не надо. Я сделала канал. Сознательно. Именно для информативной. Для информации. Для женщин. Для девушек. Для того. Чтобы люди понимали. Женщины наши. Особенно. Я не беру мужчин. Потому что у мужчин немножко другая ситуация. Именно для наших женщин. Вот. Для того. Чтобы у них было представление о жизни. Здесь. В Египте. И как бы. Это не только касается. Там. Уровня моего мужа. Предположим. Или там. Это касается абсолютно. То есть. Закваска здесь в принципе одинаковая. Опять же повторюсь. Если вы проживаете на территории другого государства. Не Египта. Ваш муж египтянин. Там будет абсолютно другая ситуация. Скажу почему. Потому что египтяне. Они приспособленцы. Они быстренько пристроятся. Там где они живут. Но поверьте. Если вы приедете на территорию Египта. И будете жить здесь. Все будет по его правилам. Абсолютно все. Вот. И особенно если вы от него финансово зависимы. И еще если дети. И все остальное. Вот. Не хотела чтобы оно было как бы видео загрузочным. Но вот так вот получается. Такая информация. Вот. Как говорится. Кто-то возможно напишет что-то другое. Если у кого-то какие-то другие ситуации. Пишите в комментариях. Как говорится. Давайте людям знать какая еще есть информация. Кроме той. Которой я предположим предоставлю. Я думаю что люди много читают комментарии. Им будет это интересно. Вот. На сегодня у меня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok